Пятый день стройки и мне хочется с вами поделиться той историей, которая образовалась с организацией въезда на участок. Да, я не скрою, что я знал, что отсыпали дорогу, засыпали какую-то канаву, траншею здесь этим боем, но я не подозревал, во-первых, что это будет мне стоить денег, а денег серьезных. Сейчас я в конце вам скажу, сколько мне обойдется вывоз этого боя. Ну и плюс это время, плюс это беспорядок на участке, поэтому нужно уделять этому моменту внимание. Когда вы выбираете участки, нужно понимать, какие дополнительные работы, помимо того, что вам просто нужно откопаться, засыпать песок и так далее, какие пересекающиеся работы здесь будут. Вот давайте о цифрах. Значит, работа спецтехники, конкретно этого трактора, этого погрузчика, обходится мне в среднем в 2,5 тысячи рублей час. Это раз. Потратил он на это, наверное, в общей сумме где-то часа 4 и плюс, плюс вывоз этого боя, не хочу его никуда скидывать, там, в какие-то кусты и так далее, хочу сделать все по-честному, по-чесноку, по-нормальному. Мне обходится плюс 8 тысяч рублей. Итого, ну сколько получается, 1016 организовать въезд. Я положу сюда железобетонные трубы, сейчас мы попробуем это трактором, возможно, сможем подтянуть. Если нет, оставлю это на тот момент, когда здесь будет работать кран. Но в целом мы ближимся к миллиону и в ближайшее время, сейчас, наверное, мы там где-то на крылечке сядем, попробуем подвести некий итог. Сколько машин песка, сколько денег, сколько дополнительных затрат ушло на то, чтобы справиться с первым этапом работы. Первый этап – это организация фундаментных подушек. Все время это слово мне так вылетает. Ну и погода. Погода играет против нас. Чем дальше в лес, тем больше леса. И мне нужно успеть, самое главное условие, нужно успеть завести сюда на объект железобетонные плиты до жутких дождей. Когда эта дорога превратится в кашу. Немножко прохладно, сейчас я сделаю экскурсию по этому шикарному дому. И в целом мне бы хотелось с вами посоветоваться. Я знаю, что этот дом собран уже не первый раз, то есть его разбирали, его сначала там сделали, потом сюда поставили. Ну вроде вот так вот смотришь, ну такой обычный сруб. Я в этом вообще, честно, вообще ничего не понимаю. Ваше мнение, ваше, ваше, ваше мнение. Можно из него сделать баню? Реально. Вот этих, вот этих свай, набивные, если какие-то, не, не набивные, тут, наверное, закручиваются. Хватит? Или это такая история, от которой точно мне придется избавляться? Ну просто судя по той куче, что просто кучу вывезти выходит в тысяч двадцать, то с этим срубом он, наверное, можно продать. Вроде жалко. Понятно, что сейчас, понятно, что сейчас он будет использоваться как строительная бытовка, и мы кайфанем здесь от того, что он вообще в целом есть. Welcome. 5,45 на 5,45. Ну а что, вот смотри, банька, раздеться, какая-то даже зона спа, второй этаж хранения, все дела. У меня там живут осы или пчелы, я не знаю, вон там, смотри, они прямо сейчас, ого. Вот, очень холодно, пойдем еще, последнее решение примем на сегодня, и можно, в принципе, ребята, работают, профессионалы, крановщик, вот владелец всей этой истории, Серега сам на КамАЗе ездит, просто топчик. Песок нормальный привезли, крановщика хорошего дали, вообще не докопаться. Последняя машина осталась. Вот, видишь, мы, наверное, даже последней машиной не сможем выровнять уровень, то есть сейчас трактор стоит там ниже. Привезем еще одну машину, трачу еще 18 тысяч рублей, ну, с учетом того, что здесь уже есть трактор, вся история, и, наверное, на первом этапе пока все. Завтра привезут щебень, щебень Дима просит разной фракции, 20 на 40 и 5, 20, чтобы расклинцовку сделать нормально. Посмотрим, все вам потом расскажу. Ну и, наверное, вот первый этап будет закончен, можно будет подсчитаться немножко. Но там уже почти единица. Ну, спокойно вообще. Ну, с учетом покупки арматуры, труб, геотекстиль, мембрана, песок, работа, техника, песок, работа, техника, единица дома. Пять дней единица. Был у меня момент в жизни, я там побыстрее эту единицу потратил. Как-нибудь расскажу, может быть. Саша знает. А вот эта история, про которую я вам говорю, что мне нужно успевать завозиться сюда, вот сюда вот ставить плиты, панели, всю историю разгружать, чтобы я вот этой дорогой больше не пользовался. Потому что сосед Дмитрий, наверное, мне в ближайшее время, если так дожди будут продолжать идти, скажет, Антон, я, конечно, все понимаю, строиться надо, ну, давай-ка ты по общей дороге разберешься с этой историей. Потому что я не хочу, чтобы у меня возле дома была такая каша. Еще классную тему мы замутили. Инженерные войска, можно сказать, чтобы кран строительный, который будет поднимать наши трехслойные панели, мог поработать здесь, здесь, а потом ему надо туда. Он выезжает, я попросил прям, все по феншую Игорь сделал, и у него здесь кольцевая развязка. И он по этому кольцу, как самолет, нам написали, кстати, что это был Ту-134 УБП, он заходит на этот фланг. Также, фланг, также сюда может заходить на разгрузку поближе к нашему шикарному дому. Ну, материалы разгрузить какая-то газелька, если сможет она здесь проехать. Короче, блин, с дорогами беда.